Созданный в 2010 году Айнар изначально позиционировал себя как экспертный фонд. Участвуя в общественной и политической жизни страны, организация участила свою активность в последние месяцы. В частности, ее члены категорически против добычи нефти в республике и продажи недвижимости иностранным гражданам. Алмаз Джапуа, являясь теперь уже членом политической партии, отметил, что сегодня у нашего государства немало задач. В частности, в области популяризации абхазского языка, улучшения криминогенной обстановки, возрождения села и много другого. В полицию ветпартии вошли пять человек. Батал Кация, Атгур Лагвилава, Беслан Барциц, Тенгиз Джопуа и Дмитрий Габелия. Однако, как отметил Батал Кация, решать все эти люди не будут. Вместе с тем, политобъединение всегда будет прислушиваться к совету старших. Активный диалог сегодня все-таки идет между двумя поколениями, подчеркнул Кация. По нашей задумке, мы считаем это абсолютно правильным, в любом случае нужен будет так называемый актив или, как мы называем, совет партии, который будет более широким и будет включать в себя обязательно представителей старшего поколения. При своем формировании фонда Айнар сталкивался с определенными трудностями. Одним из менее приятных фактов Кация обозначил скептическое отношение старшего поколения к желанию организации действовать, менять, создавать. Очень сильно расстраивает то, что в глазах старшего поколения нету вот этого вот озорства здорового, вот этого желания построить все заново. То есть, и я считаю, что, ну, как врач во всяком случае, что элемент нормы в этом тоже присутствует. Потому что любой человек старше 50 лет, он априори уже гораздо осторожнее относится ко многим вещам. Айнар не раз клеймили, называя высказывания позиций его членов по тем или иным вопросам националистическими и русофобскими. Однако никаких антироссийских настроений у членов Айнара нет, заметил Кация. Мы глубоко убеждены, что никаких русофобских настроений или отрицательных в сторону Российской Федерации здесь априори существовать не может вообще в нашей стране. Потому что все люди ее населяющие, они понимают свою общность. Коррупция и раздутые штаты госструктур – это одни из главных проблем на пути развития экономики Абхазии, отмечают члены партии. Конструкция системы государственного управления, построенная в отрыве от сути своего предназначения, неизбежно обрастет никак не оправданно большим чиновничьим аппаратом. Что в реальных условиях процветания коррупции и ждевенческих настроений приведет систему управления ко всем хорошо знакомой матрице. Такой желанной для чиновников всех рангов и так часто ими же ругаемой. Отсутствие единой информационной системы представителей Айнара также считают серьезной проблемой. Отчасти поэтому мы считаем несостоятельными любые попытки разработать программу социально-экономического развития Абхазии. Мы слишком мало знаем о себе. Идеи у новой политической партии много. Для их воплощения Айнару потребуется поддержка населения республики, которой они в ближайшее время рассчитывают заручиться. Любой твой коллега, любой твой дизайнер.